Сегодня в программе Этнокрым. Зачем вспоминать Холокост? Казаки, народ или сословие? Где в Крыму можно узнать о жизни и деятельности Измаила Гаспринского? Интересные факты о марийцах. В рубрике «Лица» фотограф Альбрехт Хольцапфель. Какой символ отличает армян от других народов? Когда античный хитон перестал быть национальным греческим костюмом? К сожалению, есть такие, которые не верят, не понимают, не знают, что Холокост вообще когда-то был. Для тех, кто не знает и для тех, кто не безразличен к трагедии, унесшей жизни миллионов людей. В Симферополе в Крымском федеральном университете состоялась ежегодная мемориальная конференция, посвященная Международному дню памяти жертв Холокоста и 74-й годовщине освобождения советской армии концлагеря Освенцы. Холокост, память и предупреждение, так назвали мероприятия, и в этих словах основная его цель – помнить и не допустить повторения. Только в Крыму погибло более 42 тысяч евреев и около 7 тысяч крымчаков. Они были убиты только по одной простой причине, что они были евреями и крымчаками. Такое мероприятие дает основание, чтобы люди знали об этой трагедии, об этом жутком преступлении, которому не должно быть забвений. И память об этих преступлениях и о этих жертвах должна быть вечна. Геноцид не бывает против кого-то, геноцид бывает против всех. И поэтому нам очень важно, чтобы мы все объединились, чтобы наши дети жили в нашей прекрасной, светлой стране. И все, что мы делаем всегда, мы делаем под одним девизом – защитим будущее вместе. В ходе конференции были продемонстрированы видеоматериалы о Холокосте и хроника с использованием документальных материалов. В рамках мероприятия подвели итоги международного конкурса работ школьников, студентов и преподавателей «Память о Холокосте. Путь к толерантности», который прошел в Крыму впервые. Мы получили большое количество работ, 84 работы получили. Это были работы по номинациям школьников, студентов, преподавателей. Это были творческие работы. И вы знаете, когда знакомились мы с этими работами, ну, как говорится, слезы наворачиваются, потому что дети, которые сами в разных национальностях, то, что они писали, те стихи, которые они писали, те эссе, рассказы, понимаете, они сами чувствуют, что они это сами пережили. Пусть лучше они сегодня переживут в своих рассказах, в своих повестях, чем они будут переживать наяву. И поэтому мы знаем, можно с уверенностью сказать, что те дети, которые это пишут, те дети, которые это рисуют, картины, которые есть, они всегда сделают, чтобы наше будущее было хорошим, чистым небом, и чтобы они тоже жили в прекрасной стране. За годы Второй мировой войны нацисты уничтожили около 6 миллионов евреев, из них полтора миллиона детей, что составляло примерно треть общей численности евреев во всем мире в то время. Планомерное уничтожение евреев нельзя назвать просто актом геноцида, настолько беспрецедентным оно было по масштабам и чудовищным по реализации. Это была попытка уничтожить целый народ, где бы ни находились его представители. Именно поэтому геноцид еврейского народа в годы войны получил название «Холокост», что в переводе с английского означает «всесожжение». Согласно резолюции Генеральной Ассамблеи ООН от 1 ноября 2005 года, 27 января провозглашено Международным Днем Памяти Жертв Холокоста. Мемориальные мероприятия, посвященные трагическому дню, ежегодно проходят по всему миру. Казаки – это народ или сословие? Ряженые или истинные защитники Отечества? Споры по этому вопросу активно ведутся по сей день. Чтобы больше узнать о казачестве и чем сегодня живут казаки Крыма, мы приехали в штаб окружного казачьего общества. Красный угол со святыми образами, 10 основных казачьих заповедей и история о фотоснимках – это лишь малая часть того, что можно увидеть, переступив порог офиса организации. Каждый предмет интерьера говорит об образе жизни казаков и их главных ценностях. Казачество – это не модное движение, это не клуб, это не с клуб интересом, куда можно вступить или выйти, когда надоест. Казачество – это стиль жизни, это образ жизни, это образ мышления. Это защитники духа, это защитники, которые до гробовой доски после принятия присяги защищают и обычаи, традиции православного народа, православного людей, всех добрых людей, причем независимо от национальности. Первый всекрымский слёт казаков, который прошёл 10 марта 2018 года, показал, что численность представителей казачества на полуострове сегодня составляет 10 тысяч человек. И эта цифра с каждым годом увеличивается. Казаки вновь заняли достойное место в республике и продолжают вносить свою лепту в развитие Крыма. Однако путь к возрождению казачества на полуострове был труден и тернист. За многовековую историю в Крыму на долю казаков выпали и слава, и гонения, и открытый геноцид. И даже после реабилитации крымских народов в 90-х годах прошлого столетия представителям казачества пришлось не сладко. После той кощунственной директивы о расказачивании следовало ряд публикаций в газете Троцкого о том, что у казаков нет заслуг перед государством. Казаки – это сатрапы царские, которых нужно утопить в Черном море и растворить по территории Родины, чтобы и духу их не было. Впоследствии, естественным образом, то есть и 30-е, вплоть до Великой Отечественной войны, все это поддерживалось именно в таком контексте. Если говорить об Украине, то там казачества нет и по сей день. Его растворяют, наполняют ряжеными генералами. Вдохнуть полной грудью, очистить свои ряды от людей, порочащих доблестное имя казака и наладить продуктивный диалог власти с казачеством стало возможно только после воссоединения Крыма с Россией. Все те, кто еще вчера гордо носили незаслуженные награды, медали, купленные фактически в магазине за 5 рублей, сегодня их нет. Мы благодарны руководству нашей страны. Только за короткий промежуток времени, за 5 лет, при непосредственной помощи и участии главы республики, были приняты законы о взаимодействии казачьих обществ с органами местного самоуправления и государственной власти. Были приняты ряд нормативно-правовых актов, регламентирующих деятельность казаков на территории республики. Большое количество поручений были отданы главой республики в части поддержки деятельности казаков на территории республики. В 2018 году у казаков Крыма произошло историческое событие. Впервые за период существования казачества на полуострове все его представители объединились в единое Черноморское казачье войско. А у Крымского окружного казачьего общества официально появилось крапового цвета с гербом Крымской республики оригинальное знамя. Вручено было знамя красиво, достойно, очень торжественно на площади в центре города Симферополя, Ленина, значит, главой республики Крым после освящения тремя владыками. Здесь основная символика, геральдический символ, крымский казачий округ, а с обратной стороны во славу Отечества, двуглавый орел Георгий Победоносец. То есть это наши святыни, за которые мы отвечаем и даже которые мы бережем, если даже надо, за них жизнь готова отдать. Полностью была сформирована и структура организации, в которой на сегодняшний день официально зарегистрировано 56 первичных казачьих обществ. Вот это вот карта республики Крым. Для наглядности я отобразил это флажками. Можно посмотреть, где у нас большая концентрация, где более-менее разряженная ситуация. В принципе, весь Крым охвачен первичными казачьими обществами. Хутор, станица и город – это три вида создания первичных казачьих ячеек, с которых начинается структура любого казачьего войска. Хуторское казачье общество идет от 20 человек и больше. Станичное и городское – это от 100 человек и больше. У каждого первичного казачьего общества, как у юридического лица, существует руководитель. Собирается первичное казачье общество, проводит первое собрание. На нашем казачьем языке называется круг. И на круге казаки выбирают из себя и своей среды, выбирают атаманов. Атаман – это авторитетный, уважаемый человек, которому прислушиваются, доверяют и за которым готовы пойти казаки. Выборы на эту должность проходят раз в пять лет. Обязательно условия для атамана – официальное проживание казака по месту регистрации общественной организации. Это большой плюс. Почему? Потому что у нас на примере государственной прежней информации, которая здесь была раньше Украина, у нас пропали так называемые ряженые. Генералы, командиры, которые проживали в Керчин, говорили, что у него там весь Крым в казаках, что и в Патуре, и в Севастополе у него там есть казаки. То есть это как бы исчезло и как бы слава богу. Казачество делится на два подразделения – реестровое и общественное. Казаки-общественники участвуют в жизни организации по желанию и в любое удобное для них время. А казаки реестрового казачьего общества официально берут на себя обязательства по несению государственной и охранной службы. В Крыму таких казаков насчитывается 3582 человека. В принципе, все эти обязательства связаны с охраной видом деятельности. Например, охрана общественного порядка, охрана лесов или охрана обеспечения объектов жизнедеятельности, или охрана объектов муниципальной собственности, или охрана объектов животного мира, или охрана госграниц. И это далеко не единственное направление в деятельности крымского казачества. Члены организации занимаются также возрождением культурных традиций казаков, образованием и патриотическим воспитанием молодежи. Военная форма и берцы, кинжалы и нагайки, а на стенах фотографии самых выдающихся казаков в истории. Мы находимся в гостях у воспитанников первого в Крыму кадетского казачьего класса. Открыт он был при Симферопольской школе гимназии номер 10 в 2017 году по инициативе потомков известного казачьего рода. Идея возникла, скажем так, достаточно спонтанно. Мой сын тогда работал в отделе по делам казачества. И как-то он был у меня дома, я рассказала, как классно, на ура у нас прошел в обычном 11 классе урок по Тихому Дону, по Шолохову. И тут вопрос, слушай, а вот было бы хорошо, если бы. Но так как я очень долго знала директора 10-й школы, я предложила ей, и она с удовольствием подхватила, во многом помогла. В рамках образовательной программы ребята изучают историю, культуру и традиции казаков, занимаются верховой ездой и стрельбой, осваивают тонкости военного дела. Но самое главное, юные казаки воспитываются на основе казачьих заповедей. Быть казаком – это быть военным, который знает, что такое честь, уважать традиции. Мы, безусловно, связываем нашу жизнь с православием, потому что казачество и православие – это всегда было одно целое. Казак для казака – кровный братка. Это самый наш главный закон, потому что какой бы казак ни был, он твой брат, и ты должен в любой момент встать на его защиту, помочь ему, и также он должен будет относиться к тебе. Рядом с 10-й гимназией располагается и духовный центр симферопольского казачества – храм преподобного Серафима Саровского. Отсюда формировались наши казаки, можно сказать, такие вот самые стойкие казаки с нашего храма. У нас уже есть три класса кадетских казачьих, вот, и один класс в честь Пресвятой Богородицы – Мариимский класс. По праздникам приходят, потихоньку их воцерковляем, проводим с ними занятия, потому что казак – это сам православный, сам период – это православный человек. Казаком можно быть и по крови, и по призванию, но чтобы официально вступить в ряды казачьего общества, необходимо пройти длинный путь. С момента заявления о намерении стать казаком до присяги в храме минимум полгода. Сам обряд принятия казаками присяги – это некое сакральное действие, которое делается один раз в жизни, и там нет заднего входа. Ты уже не можешь сказать, что все, мне надоело, я устал, уже ушел. Нет, ты однажды берешь на себя обязательство быть казаком. Ты подтверждаешь это при своих братьях-казаках в храме, при батюшке. Присяга дается не атаману, присяга дается не священнику, присяга дается Господу Богу. Но это просто как свидетели причисляются и священник, атаман, и все братья-казаки. Поэтому, единожды взяв на себя такую ношу, приходится нести ее до гробовой доски. Истинные казаки – это глубоко православные люди. За свою семью и родину они готовы отдать жизнь. У общества казаков есть своя структура, оригинальный герб и флаг, предводитель и даже совет старейшин. А высшая их цель – нести добро и созидать. Так все же, кто такие казаки? Народ или сословие? Казаки – это народ. Мы живем по казачьих традициях. У нас есть свой уникальный уклад жизни. У нас есть своя культура. У нас есть свои традиции. У нас есть свой язык. В Крыму перемешались все. И терский, и запорожский, и кубанский, и иркутский, и каких только здесь нет казаков. Все смешалось. Но осталось одно. Единственное общее – это то, что мы есть казаки. Со своими уже сложившимися на территории Крыма традициями. Поэтому, естественно, это народ. И мы это понимаем именно так. В одном из самых колоритных городов Крыма, в Бахчисарае, находится мемориальный дом музея выдающегося просветителя Исмаила Гаспринского. Музей расположен в бывшей типографии газеты «Терджиман» – переводчик первого крымско-татарского периодического издания. Ее основоположник был Исмаил Гаспринский. Он внес огромный вклад в развитие культуры не только крымско-татарского народа, но и всего тюркского мира. Здание было целенаправленно построено под типографию, где Исмаил Гаспринский на протяжении 35 лет издавал газету «Терджиман». Первые номера газеты Исмаил Гаспринский издавал у себя дома. Это в своем собственном доме. Сначала это был один, единственный печатный станок. А потом уже, когда популярность газеты начала расти, когда об Исмаиле Гаспринском и о его деятельности уже стали знать многие, и многие стали его поддерживать. Вот тогда вот и тираж газеты со временем начал. Само время требовало того, чтобы здание было большое и было специально построенное. И поэтому вот тогда возникла такая необходимость, и было построено вот это вот здание. На сегодняшний день, которое является мемориальным музеем Исмаила Гаспринского. Условная жизнь музея можно разделить на два этапа. 21 марта 1921 года в здании, где располагалось издательство «Терджиман», был открыт дом музея Исмаила Гаспринского. В 1932 году музей был закрыт. Большая часть экспонатов оказалась утраченной. Возрождение музея началось в 90-х годах прошлого века. К 2001 году здание типографии отреставрировали, и к 150-летию со дня рождения Исмаила Гаспринского музей вновь распахнул свои двери. В 2001 году он был открыт как музей, и вот он работает. И сегодня в качестве мемориального музея свои посетители, свой круг посетителей. Ну это в основном студенты и посетители, знаете, вот Статарстана, это тюркский мир. Ну и конечно же Москва, Санкт-Петербург, это научный мир, который знает о деятельности Исмаила Гаспринского. У Исмаила Гаспринского был большой сад, в котором в основном росли плодовые деревья. В 2015 году с сотрудниками музея была проведена акция, благодаря которой сад был возрожден. Организовали и провели акцию воссоздания сада Исмаила Гаспринского. В акции принимали участие все, все жители Крыма. Получилось более 35 деревьев, саженцев. Сам Исмаил Гаспринский тоже издавал и публиковал очень большое количество статей и брошюр о фруктовых деревьях, о том, как надо, как сушить. Вот такие, знаете, практические советы читателям газеты «Торджиман». Была такая небольшая колонка. В мемориальном музее работают три стационарные выставки, на которых представлены редкие фотографии, печатные машинки, матрицы для газет и старинные типографии. А здесь у нас кабинет рабочий Исмаила Гаспринского. Воссоздан он был тоже, но чуть позже был воссоздан, в 2012 году, потому что собирали большое количество экспонатов, не хватало. И нужно было изучить, как выглядел во время жизни Исмаила Гаспринского его кабинет, где присутствуют его черновеские записи, награды, несколько наград. Но скажу сразу, отмечу, что награжден был Исмаил Гаспринский не только российскими наградами, но и наградами зарубежных монархов. Монархов Турции и монархом Ирана был награжден. Но опять-таки за вклад в издательскую деятельность. Это говорит о том, что газету «Тарджиман» читали даже в Турции и в Иране. Биография Исмаила Гаспринского очень интересна. Родился он в селе Авджикой Ялтинского уезда Таврической губернии. Обучался в московской военной гимназии. Отлично знал иностранные языки. Посетил Испанию, Грецию, Египет, Турцию. Там он изучал систему образования, историю, быт и традиции этих стран. Вернувшись на родину в Крым, Гаспринский был избран на пост городского головы Бахчисарая. Четыре года Исмаил Гаспринский отработал в органах городской власти. В 28 лет он занял этот пост. К моменту его избрания казна города была абсолютно опустошена. И тогда он просмотрел проблемы все города и ввел дифференцированный налог. Налоговая система была реформирована. И за счет этого, к моменту его ухода уже, казна города пополнилась на 13 тысяч. Так как он большое внимание уделял образованию, он сам поощрял как учителей, так и отличившихся учащихся. Вот сам лично, как мэр города, скажем, да, с современным языком мэр города, в то время это был городской голова, он поощрял их. Кроме газеты «Тержиман» издавали сотни книг, брошюр и журналов, посвященных различным областям науки, культуры, жизни народа, что непосредственно влияло на повышение уровня национального образования. Исмаил Гаспринский бесплатным приложением к своей газете «Тержиман» издавал для детей вот такую вот газету, которую называлась «Детская школа». Ну, или же «Мектеби Субьян». Методические пособия для этих школ, вот такие, как учебник по географии «Атлас», он был цветной. Исмаил Гаспринский очень яркая личность. Его поступки, его вклад, он до сих пор изучается, до сих пор очень много загадок вокруг, как его личности, как его общественной деятельности. И вообще, вот читая его произведения, да, все время находишь что-то новое для себя. Если говорить о ярких вехах его жизни, то, наверное, я вспомню Всемирный мусульманский конгресс, который был собран в 1907 году Исмаилом Гаспринским в Каире. За свою деятельность Исмаил Гаспринский получил множество российских и иностранных наград. А в 1910 году кандидатура Исмаила Гаспринского была выдвинута на соискание Нобелевской премии мира. И сегодня имя великого просветителя известно далеко за пределами Крыма. Этот народ находится на 23-м месте по численности населения Крымского полуострова. Сегодня в рубрике «Факты» мы рассмотрим интересную информацию о жизни и культуре марийцев. Этноним «Мари» имеет исходное из иранского языка значение «человек, муж, мужчина». До революции марийцев называли «черемисами» – «человек из болотистых лесов». Этот народ – Волго-Уральского региона. Предки марийской народности начали освоение современной волговятской территории в начале первого тысячелетия новой эры. Марийцы принадлежат к числу народов, которые никогда не имели своего государства. Подразделяются они на три этнографические группы – луговые, горные и восточные. Марийский язык относится к финно-угорской группе уральской языковой семьи, а письменность народа «Мари» основывается на русском алфавите. Общая численность марийцев, проживающих на территории Российской Федерации, по данным за 2010 год, составляет более 574 тысяч человек. Из них 50% – жители республики Марий-Эл. Основная религия народа Марий – православие. При этом марийцев называют последними язычниками Европы. Около 6% населения являются приверженцами марийской веры – марловера, в которой сочетаются христианство и традиционные верования. Помимо основных национальных музыкальных инструментов, у народа «Мари» существует традиция играть на зеленом листе дерева. Визитная карточка в традиционной кухне марийцев – слоеные блины, отварные пирожки и суп с клетками. В Крыму массово представители народа «Мари» поселились во времена Екатерины Великой. За преданную службу Российской империи лучшим воинам императрица пожаловала земельные наделы. Численность марийцев на Крымском полуострове, согласно исследованиям 2014 года, составляет 801 человек. Функционирует одна общественная организация народа «Мари» – Севастопольское национально-культурное общество «Элнет». Одними из самых известных марийцев России являются актер Олег Токтаров, сыгравший в фильмах «Ви» и «Хищники». Во всем мире его знают как русского медведя – победителя жестоких боев без правил. Вячеслав Быков – советский и российский хоккеист и тренер. Пятикратный чемпион мира и двукратный олимпийский чемпион в составе сборных СССР, СНГ и России. Заслуженный тренер России, бывший главный тренер сборной России по хоккею. А также Серик Сапеев – боксер-любитель, чемпион мира 2005 и 2007 годов, олимпийский чемпион 2012 года, заслуженный мастер спорта Республики Казахстан. В культуре марийцев достаточно много интересных особенностей, с которыми мы непременно будем продолжать знакомиться. Альбрехт Хольц Апфель переехал из Германии в Ялту в 1998 году по личным мотивам. Познакомился с представителями немецкого центра встреч и тут же ему предложили стать преподавателем немецкого языка. Не имея опыта преподавания, но являясь носителем языка, он с удовольствием приступил к занятиям. В Германии Альбрехт много лет работал в сфере электроники, а когда переехал в Ялту, у него появилось много свободного времени, и он начал заниматься фотографией, написанием книг и переводами. Расскажите, пожалуйста, о своем увлечении. Как получилось так, что вот вы такой деятельный человек и начали увлекаться фотографией? Это было очень давно, и началось это все с фотоаппаратом моего отца. Это было наследствие, фотоаппарат очень старого образца. Я тогда просто начал с этим фотоаппаратом снимать то, что попало под руки. Больше всего Альбрехт любит снимать женские лица, так как это требует индивидуального подхода. В портретах он старается показать не только красоту женского лица, но и передать черты характера. Кроме этого жанра фотографии, Альбрехт обращается и к другим. Я и стал смотреть направо, налево, что можно еще интересное найти. В Ялте, естественно, у нас тут прекрасная природа, есть архитектура, потом тема моря, конечно, лето. Значит, можно найти очень много разных тем, и так я и развивал в течение времени свое дело, и сейчас, в принципе, нет того, что я не сфотографирую. Могу найти на каждую тему что-то интересное, потом накапливаю вот эти фотографии. Если там есть достаточное количество, я и могу из этих фотографий на одну тему сделать так называемый фотофильм. Находясь в поисках чего-то нового и интересного, у талантливого фотографа возникает замечательная идея – фотографировать для Ялтинского театра имени Чехова и создавать театральный фотоархив. Я, в принципе, сопровождаю действительно почти каждый спектакль, снимаю фотографии. Из них главная часть идет в архив театра, оформляются эти стенды, которые выставляются. В связи с этими спектаклями я получил еще возможность познакомиться с некоторыми современными драматургами. Я смотрел эти спектакли, они мне очень понравились, и вдруг у меня появилась такая, ну, может быть, немножко сумасшедшая идея – взяться за перевод этих пес. И так и начал я перевести эти пес, и это совсем была чужая территория для меня. И с тех пор где-то, ну, десяток, наверное, есть этих переводов. Здесь же, в Ялте, Альбре встретил свою супругу Анну. Их встреча и история отношений похожа на сюжет фильма. Это, в принципе, как в кино произошло. Наверное, есть такие фильмы, в которых именно вот этот сюжет является основным. Значит, в один прекрасный день, счастливый, появился у меня после звонка молодая, красивая женщина, просила фотографироваться для своих различных целей. Пришла женщина, очень похожая на мою жену, и просила вот это, вот это я хочу фотографироваться и делать. И мы пошли в студию и начали снимать эти фотографии. И это, и все остальное началось. Значит, это как история любви. Кто-то куда-то пошел. Да, и вот эти два персонажа нашли не только общий язык, а еще более общего. С момента их первой встречи и по сей день музой для Альбрехта является его супруга. Именно она вдохновляет мужа и всячески поддерживает его во всех начинаниях. Если вторая половинка не поддерживает, ну там, скажем так, своего, там, я в данный момент своего супруга, то ничего из этого бы не получилось. Просто, во всяком случае, столько, сколько мы лет вместе. Если бы я не поддерживала его в его начинаниях, он не помогал бы мне в моих каких-то там планах или в реализации какой-то мечты, ничего бы не получилось. Потому что нельзя, не дополняя друг друга, никак не получится. Их десятки тысяч, но двух одинаковых не найти. Они могут достигать размером трех метров и весить несколько тонн. Хачкары – древнейший символ армянского народа. У армян была всегда такая форма выражения себя, которая называется хачкар. То есть это резной камень, камень-крест. Эти каменные стелы с изображением креста не имеют аналогов ни у одного из народов мира. А армяне их устанавливают по любым поводам и по самым разным случаям. Это мог быть надгробный камень. Это мемориальная функция. Это передача какой-то информации, потому что часто граффити рядом с хачкарами находили. Это и обозначение места. История возникновения хачкаров уходит в глубину веков. И связана она с принятием христианства в 301 году. Именно после этого важнейшего исторического события в Армении стали разрушать памятники языческого культа и на их месте устанавливать деревянные кресты, как символ христианства. Но поскольку противники новой религии стали их сжигать, деревянные кресты заменили на каменные. Конечно же, это связано с христианством, которое армяне приняли очень рано, раньше многих европейских народов. Для армян христианство это не длительное время было не просто воплощение религиозных каких-то взглядов, это естественная функция, но и как часть морали, которая очень здорово выделяла их на фоне других народов. Очень мало кто сейчас знает, но в России армяне, то есть восточные армяне длительное время воспринимались как очень благочестивый народ. Хачкары есть везде, где проживают армяне. Очень много хачкаров сохранилось в Крыму. Но большей частью это как раз не надробные памятники, а хачкары, которые были вмонтированы в стены монастырей, церквей. Это такой огромный кладезь информации и духа народа, который воплощен в камни и очень хорошо сохранился. Искусство создания крест камней занимает особое место в культуре Армении. Мастеров камнерезов, создающих хачкары, называют варпетами. Их ремесло живо и востребовано по сей день. Типичный хачкар высекают из базальта, застывшей вулканической лавой, который устойчив к разрушению, или из туфа, легко поддающегося обработке. В его центральной части всегда изображается крест, символ распятия Христа, а вокруг он окружен кружевными узорами или изображением винограда и листьев. Под хачкаром чаще всего высекается круг с крестом, символизирующий торжество христианской веры. Несмотря на общий стиль, каждый из них уникален и имеет свой неповторимый орнамент. Мастерство варпетов передается из поколения в поколение, не прекращаясь и в настоящее время. В 2010 году искусство создания хачкаров было внесено в список ЮНЕСКО по культурному наследию человечества. Как одевались греки понтов, раки или македонии? Какие ткани предпочитали искусственные мастерицы? Сегодня в сюжете мы ближе познакомимся с традиционным греческим костюмом. Когда мы представляем греков в их национальных костюмах, то в первую очередь нам приходит образ времен античной Эллады. Легкие струящиеся ткани, подпоясанные богато вышитой лентой и золотые массивные украшения. Тем не менее, все чаще мы встречаем на различных фестивалях и мероприятиях представителей греческой диаспоры национальных костюмах, которые, на первый взгляд, никакого отношения к грекам не имеют. Однако широкие шаровары, фесы с монетками, головные уборы с цветами и даже патронтаж – это неотъемлемые атрибуты нарядов, которые греки носили на протяжении многих веков. Национальный костюм – это показатель идентичности, как этнической, так и социальной. Это символ, который наряду с национальными символами, такими как герб и гимн, представляет народ. В античные времена греки большое внимание уделяли красоте тела. Поэтому главная цель драпировки хитона заключалась в том, чтобы мужчина выглядел более мужественно, все недостатки женской фигуры были скрыты, а достоинства, наоборот, грамотно подчеркивались. Также в античной Элладе девушки до замужества носили приталенные наряды, а после бракосочетания – хитоны с завышенной талией. Больше всего в Древней Греции ценился белый цвет, поскольку ткань белого цвета добыть было очень сложно, а отбелить имеющуюся другого оттенка не всегда удавалось. С развитием, опять же, ткачества и красильного производства научились ткани красить. И затем уже, когда входит Греция в эпоху христианства, затем в эпоху средневековья, мы уже наблюдаем цветные варианты тканей. То есть и преобладает в основном красный цвет, золотистый. В некоторых регионах зависело от, опять же, социального статуса женщины. Выходили замуж в основном в красном цвете, то есть старались, чтобы красный цвет преобладал в свадебном костюме. А в бытовом варианте, опять же, мог быть и белый цвет, золотистый и голубой цвет. С приходом христианства греческая мода изменилась полностью. Эти наряды и являются современным традиционным костюмом греков. Однако, каждый регион, где жили эллины в разный период истории, имеет свои особенности в одежде. Таких регионов насчитывается огромное множество. Только на самом Балканском полуострове и на островах Эгейского архипелага сотни вариантов национального костюма. Они, в свою очередь, разделяются на бытовой, праздничные и свадебные наряды. Главная отличительная черта тех костюмов греческих, национальных, которые сложились уже с XIV по XVI век на территории Греции, когда Греция вошла в полосу зависимости от Османской империи, заключается в том, что костюмы стали многослойными, более тяжелыми и стали использоваться другие материалы в пошиве костюмов. То есть, если древнегреческий костюм больше пользовался льняными тканями, потому что их легче было драпировать, и был популярен ионийский лен, а затем он вытеснился шерстью, которую использовали в своем костюме дарицы, то как раз-таки костюмы Греции XVI века, то есть XV-XVI веков, использовали больше такие материалы, как войлок и шерсть. Но не только климат, новые ценности, исторические события и религиозные взгляды повлияли на формирование греческого костюма в средних веках. Большое влияние оказали народы, проживающие в соседстве с греками. Большая часть греков Крыма представлена греками-понтийцами. В национальном костюме понтийцев, мужчин, мы видим, в основном преобладает черный цвет. Дело в том, что это костюм Акрита. То есть Акриты – это были воины, пограничники, которые защищали окраины Византийской империи. То есть именно понтийцы полностью унаследовали этот боевой костюм, и основные элементы понтийского мужского костюма – это элементы военного костюма. Как мужской, так и женский костюмы были сформированы с учетом природного ландшафта и климата. К примеру, широкие штаны и шаровары позволяли легко передвигаться по горной местности. Говоря о женском костюме, мы должны отметить, что они имеют различные цветовые решения. Перед нами, конечно, такой больше праздничный вариант, больше выходные костюмы. Ну и в быту понтийская гречанка могла одеть такой костюм. Он достаточно удобен. В мужском костюме декора вообще нет. А вот в женском костюме всегда богатая вышивка, золотом вышивали. И что очень характерно для понтийского костюма – это платок. Если девушка не замужняя, то платок, ну есть такая версия, платок одевался вот так вот на бок, то есть можно было узнать, что она не замужем. А если же платок одевался так, чтобы закрывать заднюю часть, то это уже была замужняя женщина. В Крыму помимо греков-понтийцев характерны национальные костюмы греков из Фракии, из греческих островов, которые переехали на полуостров по приглашению великой императрицы Екатерины II. А чтобы узнать, как одевались представители греческого народа в Крыму до русско-турецкой войны, нам следует изучить костюм греков при Азовье. Ведь именно туда были переселены все христиане в 1778 году. Каждый национальный костюм греков – это достаточно детальный рассказ о ценностях народа, его истории и регионе, где проживала греческая община. Сформированный в средние века традиционный наряд по сей день остается неотъемлемой частью гардероба греков во многих регионах Эллады. А классическая античная мода продолжает вдохновлять дизайнеров на создание изумительных платьев и блуз в греческом стиле. Таким был наш эфир сегодня. Знакомьтесь с историей культуры многонационального полуострова каждую неделю вместе с нами на Первом Крымском. До встречи! Субтитры подогнал «Симон»